Ни для кого не секрет, что врач – это герой. И сейчас это очевидно, как никогда раньше. Ксения Сторожева в 11 классе поняла, что ее призвание – помогать людям. Поэтому в 2004 году девушка поступила в медицинский университет на факультет лечебное дело. Изначально мне хотелось вообще поступить в МИАС и преподавать английский язык. Но как-то в 11 классе я поняла, что, наверное, хочу помогать людям. Мне это нравилось. И вот поставила в известность родителей, что буду поступать в медицинский. Соответственно, поступила в медицинский на бесплатную форму обучения. Ни капли об этом не жалею. Профессия очень нравится. Очень нравится видеть результат от проводимого лечения, особенно когда пациенты приходят и видят, что им лечение помогает. Некоторые даже выражают слова благодарности, что спасибо, доктор, вы так хорошо меня полечили. Изначально Ксения работала в 4-й поликлинике. И там девушку отправили на курсы переподготовки. После окончания она получила диплом по специальности врач общей практики. Такой специалист может комплексно подойти к оценке состояния здоровья человека. Поэтому Ксения проводит необходимый диагностический поиск, манипуляцию и назначает лечение. Это позволяет исключить обращение к другим узким специалистам. Если это, например, неврологический пациент, то мы, конечно, лечим все лимболгии, лимбоэшалгии. То есть это все пациенты, которые не оперированы на позвоночник. Мы их к неврологам не отправляем, мы справляемся своими силами. Если же мы, конечно, видим, что наше лечение не дает результатов, соответственно, мы отправляем к неврологам. Неврологи отправляют их на МРТ. Ну и, как правило, у таких пациентов уже выявляются межпозвоночные грыжи, которые требуют оперативного лечения. Наблюдаем пациентов, если это неврологически, после инсульта. То есть невролог там один раз проконсультирует, а уже мы наблюдаем их постоянно. Если это лор-пациент, то на приеме мы, конечно, можем ему... У нас есть сотоскопы, мы можем посмотреть ему ухо, то есть мы лечим атиты. Ну, то, что не требует каких-то хирургических вмешательств. Хирургическим пациентам тоже что мы лечим? Мы лечим суставы. После операции, конечно, их наблюдают хирурги. Перевязки, если это перевязка на дому, то может ходить участковая медсестра делать перевязки. То есть хирургическая медсестра этим не занимается. Ну, вот. Ну, если они могут прийти в поликлинику, то, соответственно, они идут к хирургу, и там уже их медсестры делают перевязки. Защитные костюмы, респираторы и очки. Сейчас, в непростое время, врачи рискуют жизнью в борьбе с коронавирусом. Они работают практически без сна, отдыха, и каждый день для них – это и риск заразиться самим. Ксения в начале пандемии входила в одну из контактных бригад, а уже в прошлом году девушка посещает также пациентов с коронавирусом. Работа изменилась с апреля прошлого года, когда стала вот эта развиваться коронавирусная инфекция, стало приезжать много людей за границей, соответственно, стали мы их наблюдать, у кого-то начались клинические проявления. Ну, и помню, что была суббота, наш дежурный день нашего отделения, и, соответственно, необходимо было выезжать, уже наблюдать этих пациентов с симптомами, которые прибыли из-за границы. Ну, и заведующая спросила, кто? Я как-то подумала, а почему бы нет? Мне было интересно, во-первых. Во-вторых, все равно я понимала, что мы столкнемся с этой инфекцией, потому что мы доктора в любом случае, это будет. Вот. Выехали с медсестрой, было, конечно, тяжело. После каждого пациента необходимо было переодеваться, снимать комбинезоны, очки, респираторы. Вот. Провожали нас всем отделением, как на войну, потому что инфекция всех напугала, очень много было, особенно с интернета, информации такой страшной. Ну, как-то, честно, было не особо страшно, потому что ты понимал, что ты в защите. У тебя есть комбинезон, у тебя есть респиратор, очки, то есть, как бы, ты полностью закрыт. Да, это тяжковато было, наверное, дышать в этом все изначально, непривычно. Ну, потом, конечно, изначально мы наблюдали вот этих пациентов с клиникой и контакты первого уровня. Это была контактная бригада наша. Значит, в субботу мы отъездили, в понедельник уже нас с медсестрой вызвали, так как мы первопроходцы, и предложили уже дальше продолжать работу в этой бригаде. Ну, хорошо, продолжали дальше. Ездили вместе, медсестра брала мазки. Я осматривала пациентов, назначала какое-то симптоматическое лечение. Так как контактов становилось больше, коронавируса подтверждалось больше, соответственно, вывели еще вторую бригаду. Ну, вот. Ну, и вот как-то мы так по сегодняшний день справляемся. Сейчас у нас уже смешанные бригады. Мы наблюдаем и контакты, и ковиды. То есть, мы приезжаем в семью и смотрим всех. И пациента с коронавирусной инфекцией, и его ближайших родственников, с кем он проживает. То есть, это контакты первого уровня. Информацию нам эту подает санстанция. То есть, когда пациент на сегодняшний день обращается на прием к участковому доктору с признаками ОРИ, и доктор видит, что назначаемое лечение как-то не приносит особо результатов. И есть уже клинику, уже ковида мы знаем. Вот. Берется мазок, даже на приеме. Приходят результаты, и, соответственно, уже приходят результаты санстанции по электронной почте терапевта. И когда уже они передают их нам, мы уже выезжаем и наблюдаем их на дому. Они им отзванивают, говорят, что вы сидите на изоляции, никуда не ходите. Собирают контакты, то есть, ближайших родственников, с кем они проживают. Мы уже выезжаем и их наблюдаем. То есть, обзваниваем и мы, и терапевты. Но выезд только наш. Терапевтов туда не пускают. На сегодняшний день уже приезжаешь и видишь по контактам, вот когда они начинают жаловаться, какие-то клинику говорить о том, что там чувство холода по спине, озноба, температура 37-37,2, головная боль жуткая, мышечные боли. У многих мышечные боли, суставные боли. Ты уже понимаешь, что, возможно, это, вероятно, случай COVID. И уже сам связываешься с терапевтами участковыми здесь на месте и говоришь, что назначайте мазок, потому что, скорее всего, будет коронавирусная инфекция. С каждым пациентом Ксения проводит еще и профилактические беседы, чтобы каждый понимал и помнил о своей безопасности и об окружающих его людях. Так как лечения от коронавирусной инфекции нет, однако недавно начали проводить вакцинацию. Если я выезжаю и вижу, слушаю пациента и подозреваю у него пневмонию, то сразу же вызываем 103, и перевозочка везет его в больницу. На сегодняшний день это любая больница, любой стационар, где есть свободные места, он принимает этих пациентов. Профилактика коронавирусной инфекции – это же, конечно, по возможности избегать мест массового скопления людей. Это ношение масок. Маска все равно защищает. Понятно, что больной человек должен носить маску, но и здоровый тоже должен себя защищать. Витаминотерапия – да, это никто не отменял. Витамин С, витамин Д для профилактики они должны принимать. На сегодняшний день у нас еще началась прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Вакцина рассчитана, одна доза вакцины рассчитана на 5 человек. Терапевты уже у них сформированы списки. Они приглашают, люди идут с большим желанием, прививаются. Ксения не теряет оптимизма и верит, что в скором времени пандемия пойдет на спад и врачи смогут работать в штатном режиме. А пока девушка вместе с коллегами находится на передовой, спасая жизни. И помогает ей сохранять позитив, поддержка близких и товарищей по работе. Субтитры создавал DimaTorzok